Музыка Как всегда в это воскресное утро в эфире телеканала ПС программа городские подробности. Здравствуйте. Уходящая неделя знаменовалась новым этапом сотрудничества областной и городской властей. Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Игорь Орлов и мэр города Виктор Павленко обсудили будущее столицы Поморья. Встреча прошла в правительстве региона. Мария Воробьева с подробностями. Ритмотивом обсуждения стала консолидация усилий областной и городской власти в разработке целевой программы развития Архангельска как областного центра. Существенные отличия новой программы от прежней заключаются в том, что для ее финансирования будут привлекать не только областные и муниципальные деньги, но и средства федерального бюджета, а также капиталы частных инвесторов. Будут охватывать все проекты, которые носят значимый характер для города Архангельска и которые реализуются с участием всех ресурсов, интересантов, инвесторов. Будь то это промышленное производство, инфраструктурные объекты за деньги мэрии или регионального правительства. Это социальные объекты, которые мы строим, в том числе с участием федерального центра. Объекты отдыха, досуга. Все это должно получить единое отражение, должно быть сформулировано в единой программе, которая будет аккумулировать все эти данные и, по сути дела, говорить о нашей совместной поддержке этих проектов. Часть средств на развитие Архангельска планируется привлечь из федерального бюджета. Для этого представители областной и городской власти намерены сообща проработать комплекс мер, который позволит включить уже существующие проекты в федеральные целевые программы. Та программа поддержки областного центра, которая существовала, она по закону уже не может существовать в этом формате, а до этого времени наработан ряд и по туристическому кластеру, и по передаче окружной дороги, и по инвесторам, и конституционерам по водоканалу, по переработке мусора и так далее. То есть на сегодняшний момент столько отдельных разных программ, что, конечно, логично их объединить в единую программу поддержки областного центра и работать уже и привлекать разные уровни бюджета, кроме бюджета, конечно, и инвесторов. И такие уже примеры есть, еще раз повторюсь, вот туристический кластер, строительство гостиниц и так далее. Это дало возможность, наоборот, участия в федеральных программах при условии, что вкладывает инвестор частный капитал. Разработкой новой программы займется специально созданная рабочая группа. Свои наработки она представит уже в сентябре этого года. Для специалистов городского хозяйства лето во всех смыслах горячая пора, ведь Архангельск необходимо полностью подготовить к грядущей зиме. Сегодня в Октябрьском и Ломоносовском округах продолжаются плановые отключения из-за ремонта систем тепла и водоснабжения. Идут работы по графику, однако на окраинах Архангельска накладки случаются. Две котельные у нас не работают. Это ЛДК-4 из-за того, входит на заявление в суд. Арендатор планирует с 1.07 включить две котельные. На совещании шла речь и о том, что мешает проведению работ. Прежде всего, это долги ТГК-2 перед поставщиками энергии. Только предприятию Архоблэнерго компания задолжала 149 миллионов рублей. Постоянно с ними работаем. Встречи происходят регулярно, высшего нашего руководства и на уровне губернатора. Городские власти считают, что долговые споры ТГК-2 не должны отразиться на подготовке к зиме и качестве проводимых работ. На самом деле мы ничего незаконного не требуем. Требуем о том, чтобы работы производились в срок раз, и потом благоустройство после этого производилось. Особенно, что касается, конечно, дорожного покрытия. Мы всегда за конструктив. Поэтому, думаю, что и уверены, уверены в том, что мы будем в графике как по подаче горячей воды, так и по подготовке к зимнему периоду. Подготовка к грядущей зиме контролируется городскими властями ежедневно. Энергетики на этой неделе приступили к капитальному ремонту сетей в районе обводного канала и улицы Тимми. Завершиться они должны уже в понедельник. И в продолжении темы, обязанность энергетиков навести порядок после земляных работ теперь будет гарантирована документально. Мэрия Архангельска настояла на том, чтобы ТГК-2 впредь заключала соответствующий договор, как того требует и федеральное законодательство. Договор позволит избежать главного появления новых траншей и ям, особенно на проезжей части. Первый такой договор будет касаться работ на проспекте Дзержинского. Там энергетики заменят участок теплотрассы под дорожным полотном. Для того, чтобы выйти из сложившейся ситуации, по этому договору получил разрешение на разрытие и заключил договор на восстановление дорожного покрытия подрядчик, который выполняет работы по договору с ТГК-2. Мэрия Архангельска настаивает на том, чтобы энергетики из ТГК-2 не отключали горячую воду в домах Надзержинского. Принципиальная позиция муниципалитета принесла еще один положительный результат. ТГК-2 не только обеспечила необходимые материалы для ремонта теплотрасс, но и ускорила закрытие ордеров на разрытие. Мы вынуждены были пойти на поиск каких-то законных вариантов, которые дал нам федеральный закон, в той части, чтобы закрывать быстро ордера. Не более того, никакой другой цели не стояло и не стоит. В случае, если энергетики сорвут график восстановления благоустройства, то к ним будут применены штрафные санкции. Сумма штрафа может достигать 30 тысяч рублей. К работам на проспекте ТГК энергетики приступили вчера утром. Заменить необходимый участок теплотрассы протяженностью 470 метров. На время ремонта движение по проспекту ТГК от улицы Тимми до 23-й гвардейской дивизии будет перекрыто. Водителей просят заранее продумать маршрут движения в этом районе Архангельска. На этой неделе знаменитый четырехмачтовый парусник Крузенштерн покинул Архангельскую гавань. Напомню, Барк зашел в наш порт накануне Дня города и пришвартовался к причалу морского речного вокзала. Крузенштерн не только был открыт для экскурсий, но и стал площадкой Совета по взаимодействию молодежи морских и речных портовых городов. В первом заседании приняли участие представители городов Архангельска, Калининграда, Керчи, Севастополя, Мурманска и Москвы. Нам вообще очень интересно посмотреть Архангельск, это колыбель из судостроения, где закладывался российский флот. Для нас, конечно, этот обмен опытом очень важен. Совет станет организатором историко-просветительских, патриотических и профориентационных мероприятий. Одним из первых будет организован слет молодежи в рамках шестого международного форума «Во славу флота и Отечества», который состоится в Архангельске в дни празднования 75-летия северных конвоев. Также города, представленные в Совете, примут участие в фестивале городов-героев и городов воинской славы «Помним, гордимся, верим». Он традиционно пройдет в Архангельске в День защитника Отечества. Поделиться опытом и наметить новые векторы развития. Так кратко можно охарактеризовать заседание молодежных правительств Северо-Запада, которое прошло на лыжном стадионе имени Кузина, где расположился молодежный форум «Команда-29». Говорили, конечно, и о проблемах. По мнению известного бизнес-тренера Барри Алибасова, главное, инициативы молодежи не всегда реализуются на практике, хоть и предпосылки для этого есть. Молодежное правительство – это все-таки не виртуальная структура, она действительно имеет полномочия. И вот вместо того, чтобы сегодня молодежный правительство говорить о том, решает ли молодежное правительство что-то или не решает, хотя право бы уже всем понять, что оно решает, оно бы начало действовать. Согласен с именитым бизнес-тренером и дублером эра Архангельска Артемий Гордиенков. Молодежи можно и нужно заявлять о себе, в том числе и на политической арене. Это не просто, как было сказано, шарики-фонарики, а действительно молодежь может выполнять какие-то серьезные проекты. Реализованные проекты молодежи по морю, а их за годы форума было около 150, формируют общие тенденции развития всего Северо-Запада. В этом уверен временно исполняющий обязанности губернатор региона Игорь Орлов. Ваше отношение к задачам, к управлению, к задачам формирования территорий, строится, конечно же, в будущее каждое из этих территорий. Это форма работы, форма действий, которая так необходима любому абсолютно органу власти. На проекты архангельской молодежи и всего форума возлагают надежды и в профильном федеральном агентстве. Главное, чтобы молодежь Севера стремилась работать прежде всего на развитие своего края. Может быть, не политиками, может быть, общественными деятелями, мы воспринимаем это как площадку для обучения, образовательную площадку. Это большая, серьезная деловая игра, которая социализирует молодых людей, дает им путевку в взрослую жизнь. По мнению мэра Архангельска Виктора Павленко, одна из действенных форум в работе с молодежью – организация студенческих отрядов. Наши строительные отряды, они работают на благоустройстве территории города. Три строительных отряда с различных наших вузов. И в итоге вот у них уже сегодня пакет заказов, суботряди работают 20 миллионов рублей. Но они уже обеспечивают, работают уже многих ребят из студенческих отрядов. Познакомились гости команды «29» и с участниками «Северодвинска». Военно-исторический клуб «Северная Двина» представляет патриотическое направление форума. Ребята демонстрируют результаты нескольких экспедиций в Карелии и Ленинградской области. Есть те, которые уже складские в меметовке, они есть часть складские, часть уже копанные. Восстанавливаем также все это. В основном в клубе все восстанавливается, приводится со скобок и восстанавливается уже там. Клуб насчитывает где-то около 40 человек. 60 человек в составе Архангельской команды. Областной центр традиционно делегирует на форум самых активных и заинтересованных в результате ребят. Здесь принимает участие команда города Архангельска. Это 60 ребят наших. Я думаю, что они достойно представят город Архангельска. Я приехал, чтобы их поддержать. Я желаю форуму конкретных проектов, чтобы эти проекты были поддержаны на всех уровнях. Молодежь на форуме сегодня смогла приобрести первый бизнес-опыт. Для гостей и участников команды 29 была организована большая ярмарка, где собрались товары со всех муниципальных образований. Итоги бойкой торговли, как и всего форума, будут подведены 5 июля. В завершении выпуска предлагаю вспомнить о главном событии выходных минувших. Город воинской славы Архангельска отметил свой день рождения. Только центральные площадки праздника посетило свыше 40 тысяч человек. Вся хроника торжеств в специальном репортаже программы. По традиции день города открыл мэр поморской столицы Виктор Павленко. Поздравил горожан и временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Игорь Орлов. У этого города прекрасное будущее. Он уверенно смотрит вперед, когда перед ним страна и народ ставит новые задачи. Мы стоим, как форпост Арктики. Мы стоим, как оплот северной защиты государства. Мы стоим на передовых рубежах науки и освоения новых просторов. Город был, город остается. И город Архангельска всегда будет гордостью нашего российского государства. С часа дня и до глубокого вечера на площади перед мэрией продолжался творческий марафон «Любимый город». Для артистов выступать на главной городской сцене – это и особая ответственность, и особенная радость. Люди, когда приходят, приходят радоваться. А мы не только радуемся вместе с ними, но мы еще и приносим радость. В любви к Архангельску признавались и участники концертной программы, и ее зрители. Я коренная Архангела Городка, никогда в этот день не уезжаю, всегда принимаю участие в празднике. Почетными гостями праздника стали победитель телевизионного проекта «Народный артист» Алексей Гуман и солист группы «Русские» Григорий Семин. А вот по главным улицам столицы Поморья прошло красочное шествие «Архангельск – город креативной молодежи». Ни погода не стала помехой и для участников общероссийского проекта «Фейерверк красок». Когда сюда шли, люди почему-то шли очень унылые, но думали из-за дождя, а сюда пришли просто феерично, все очень круто. Праздник чувствовался и на всеми любимой Чумбаровке. Здесь работали около 20 площадок, на каждой из которых северяне могли по-своему признаться в любви родному городу. Организация Дня города прекрасна, пока что все, что мы видели, очень здорово и очень красиво. А перед театром драмы на галоконцерте международного фестиваля «Веселая арена» 14 цирковых коллективов демонстрировали головокружительные трюки. Я впервые в Архангельске, мне публика ваша нравится, она очень сильно аплодирует. Архангельск сблизил много наших коллективов. В День города объединил архангелогородцев в дружный хоровод заслуженная артистка России Алла Сумарокова. Слова признательности родному городу прозвучали и из уст участников акции «Мы любим тебя, Архангельск». Одноименная песня год назад стала официальным гимном поморской столицы. «Мы любим тебя, Архангельск, мы крови с тобой одной. Мы любим тебя, Архангельск, старинный и молодой. Мы любим тебя, Архангельск, гордость России и честь. Мы любим тебя, Архангельск, просто за то, что ты есть». Исполнение гимна города Архангельска вызвало чувство единства сплоченности всех архангелогородцев. Все были в таком общем душевном порыве. И это, конечно, очень классно. А завершился праздник яркой феерии. Десятки разноцветных залпов салюта раскрасили небо над городом воинской славы Архангельском, который начал 432-й год своей истории неотделимой от истории России. Вот такая неделя, вот такие новости. Я прощаюсь с вами с пожеланиями всего самого доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова